и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике сделаем на дикий запад на наших лошадей именно вот эти вот как называется седловые сумки да погнали значит есть лошадь теперь что мы делаем нам понадобится так давайте добавим open добавим куб выберем куб теперь значит но уменьшим все это дело так сумку как пока лошадь уберем так убрать ты убрал вот в таком положении ловим где у нас будет центр так толщина ну пусть будет где-то такая так можно чуть-чуть на пошире сделать и делаем ctrl d ctrl d добавляем дивайдов теперь геометри заходим удаляем вот эти подразделения и значит делаем дайна мэш дайна мэш чуть-чуть побольше так что-то маловато а ну-ка сделалась она что-то мало наверно модель маловатая но 51 тысяча еще куда не шло так теперь смотрите что делаем я хочу сделать нашу сумку значит под что под анимацию так значит выбираю верхний этот краешек делаю control и так теперь это дело все вытягиваю вверх вот таким вот образом так как бы теперь рассчитать вот эту высоту длину ширину так ну пусть будет где-то так если сумка ну да в принципе где-то так control левая кнопка мыши пересчитываем наши вот эти полигоны чуть-чуть ее уменьшаем уплотняем делаем где-то потонше шифтом выглаживаем левая кнопка мыши так но этого теперь что нам понадобится нам понадобится сделать дубликат вот этой сумки control shift левая кнопка мыши trim rect это все дело мы удаляем верхней пока очищаем делаем пересчет control левая кнопка мыши дайна меш почему он пересчитывается просто он у нас включен ведь и control к снимаем вытягиваем такую рамку на свободном месте на рабочем начнем области бросаем все это дело shift так control и левую кнопку мыши бросаем и она пересчитывает полигоны полигоны можно вот флур посмотреть какие они так это дело есть теперь нам понадобится верхний этот момент сделаем прозрачность так alt левая кнопка мыши опускаемся к нашей вот этой сумке внутренней тонкие стенки не делаем принципе там не будет видно тонкие они не тонкие нам нужно сделать чтобы была анимация да и не зацепить вот этот бок значит мы еще больше уменьшаем вот так вот приподнимаем его повыше ну где-то получится вот такая штукенция да можно еще даже растянуть вот делать побольше и поднять повыше чтобы у нас и низ был видите заполнен ставим теперь на вычитание переключаемся на верхний наш саптул и значит теперь делаем merge merge down объединяем эти два саптула и control левая кнопка мыши снимаем значит маску делаем дайна так сумка мыши так сумка есть это есть хорошо что нам теперь понадобится нам понадобится на эту сумку ремень так тут бы еще отверстие сделать дам под замок ну давайте попробуем сделаем аппин добавим куб уменьшим этот куб подгоним под наш вот плохо что не видно вот на этом фоне вот это вот куда нажимается а ну-ка так это дело уменьшаем так сделаем какую штуку значит сделаем вот этому кубу дайномеш пересчитаем его да теперь сделаем ему дубликат это вот здесь вот дубликат делаем пока дубликат отключаем поработаем с верхним саптулом и с нашей вот этой сумкой так уменьшаем поднимаем подтягиваем вот сюда можно даже чуть-чуть пониже и что будет это будет у нас отверстие мы на него ставим вычитание и объединяем опять же мерчдаун два саптула и снимаем маску все это у нас будет здесь заходить замок ну нам теперь нужно сделать замок правильно отключаем верхний саптул так мы ему делаем вот такую стукенцию так замок нам нужен более-менее красивый ctrl shift переключаемся на trim curve и отсобачиваем вот так вот края ему так чтобы это все дело значит у нас было симметрично если вот режете что-то и она без симметрии да смотрим где у нас все находится нам просто нужно развернуть вот этот значит заготовку и сделать в геометрии модифит а пол джи мира мира and well то бишь от зеркалить так теперь мы это можем немножко сплюснуть можем это как-то сгладить там еще что-то пересчитать значит полигоны это слишком мало значит делаем прибавочку и делаем control w уплотняем сетку теперь что нам понадобится нам понадобится сделать дубликат так сначала я еще раз сделаю мира потом делаю дубликат так дубликат расширяется у нас так уменьшается в размере так и уводится вдаль и получится вот такая у нас защёлка да застежка можно еще и побольше и вот так увести ставим на вычитание ставим на объединение окей control левая кнопка мыши все заготовка замка у нас присутствует замок будет у нас установлен значит соответственно непонятно где потому что вверх у нас еще не опущен так смотрим по размеру вроде бы нормально но можно немножко его уменьшить еще ну и по центру где-то его так подсобачиваем опять же у нас толщина должна как бы соответствовать если закроется сумка чтобы она значит замок этот был на виду да так прозрачность можно отключить так что нам теперь еще понадобится нам понадобится ремень нам понадобится вот этой сумке сделать дубликат и переключиться на кисточку которая поможет нам сделать ремни так давно я их не делал это по моему вот эти штуки а ну-ка ctrl z так вот не помню ctrl поможет а нет или shift делать ровные полосы а ну-ка alt ctrl z забыл я как делать ровную полосу это где-то в строках здесь значит лази маус курв эластик lockstar это привязка ну без разницы сделаем как говорится как всегда по простому да вот такая получается у нас такой получается ремень так отключаем нашу кисточку на стандарт теперь что видите у нас курва есть нам нужно нажать через shift или просто на какой-нибудь предмет и она должна сняться так так ctrl и почему-то не снимается да что-то гон какой-то значит здесь так 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 забыл я давно с курвами не работал вот delete так удаляем курву и значит смотрите что делаем у нас значит тут тут есть полигоны и тут полигоны да так вот эту сумку отключаем вот у нас вот эта сумка которой пристараплена вся вот эта штука тень вот теперь мы вот эти все полигоны закрываем и остается у нас только ремень вот так вот заходим в геометрии и делаем del hidden все что мы скрыли удаляем так теперь у нас получается видите какая сетка на ремне это не есть good делаем геометрии mirror and well так а ну-ка дай нам пересчитываем нашу сетку на ремне модифика больше мира and well зеркалится она не туда потому что у нас ремень находится не в той стороне но это не беда я один ремень сразу оставлю даже он мне не понадобится ctrl w назначаем другую полигруппу нажимаю на него и делаю del hidden удаляю включаю сумку и значит так вот это у меня ремень я его маскирую делаю ctrl и и мне нужно его вытащить вверх чтобы он перекрывал значит нашу вот эту где будет замок да поправляем его ставим по центру и так как замок у нас будет пошире ремень делаем тоже серьезнее так по ширине так теперь это все дело делаем заточку так теперь вот здесь у нас получается нужно сделать так косяк да а ну-ка ремень слишком большой сделал где-то так пусть будет так где-то так он будет это получается здесь будет заворот и потом поворот да придется его немножко потом подсогнуть костями так пересчитываем ну значит ctrl левая кнопка мыши полигоны ну и пока так оставляем за исключением что нужно выбрать вот эту часть и сделать ctrl и и допустим и допустим можно ее поднадуть чтоб она как будто больше была да ну как то так то так так флор отключаем и ремень если у нас чуть-чуть неровный то ctrl shift можно немножко его как говорится облагородить хотя чем кривее тем будет наверное симпатичнее так ремень есть но у него теперь еще появились полигруппы после обрезки боковые видите вот они делаем пересчет ctrl w одну полигруппу делаем так 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 сумка есть замки есть все это нормально включаем лошадь и вот теперь у нас немножко такая задача будет передвинуть сумку значит сюда замок тоже передвинуть или что это у нас ремень да ремень тоже передвинуть и передвинуть защелку так объединять можно это дело не ну как и объединить или пока вот еще что нужно нужно сразу ее поставить там где она будет стоять большие они не нужны наверное чтоб не хлопали лошади значит по хребту так есть такое дело что у нас тут с ремнем ремень все равно будет отдельно так как то так 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 что я еще ну давайте все это отзеркалим теперь геометрии мир так следом ремень тоже идет у нас миррор и значит замок вот этот идет миррор так эта штука есть теперь нам нужно соединительный момент добавить выбираем значит лошадь и делаем маску вот так маску control левая кнопка мыши делаем экстракт decision снимаем маску так чуть-чуть все это дело выглажим хаотично пойдет так хорошо бы вот сверху добавить какую-то скрутку да без особых чтоб вы ядрежий давайте добавим append и добавим куб переключимся на куб все это дело значит уменьшим произошло сохранение автоматом когда автоматически сохраняется все можете не бояться что у вас там что-то навернется вы всегда сможете найти ваш проект в лифтбокс all put saved вот здесь так ну как то так то ctrl d ctrl d смягчаем заходим удаляем и делаем дай нам чуть-чуть побольше так теперь все это дело немножко припускаем пониже выбираем выбираем кисточку mop topology ставим на x симметрию и давайте чуть это дело подсогнем ну как бы такой будет тубус не знаю что там должно лежать сейчас добавим сюда ремни и будет все зашибись так немножко подровняем так ремни я добавлю значит уже маской control пробел выделяем вот так вот это все дело и делаем экстракт ацепт снимаем маску и делаем дай на мэш так ремни есть ну смотрится они конечно надо что-то тут их попомять как-то там еще что-то сделать где-то что-то повминать так ну в принципе все пойдет добавим какие-нибудь замки сюда делаем делаем так переключаемся на наши ремни делаем control w одну полигруппу выбираем какой-нибудь какую-нибудь бляху вот так вот с помощью move углубляем утаптываем так теперь значит чуть-чуть и куда-нибудь и такая значит перетянем перекрутим подгоним а ну-ка что тут получилось в принципе нормально да так кисточку теперь стандарт чтобы нам это не мозолило глаза выбираем наши так это делаем control и control w выделяем наши ремни скрываем их control shift левая кнопка мыши и геометрию модифить apology dell hidden так включаем наши ремни так не понял а я их что не дублировал да печально печально но поправимо опять выбираем нашу вот эту штуку и заново тогда их делаем экстракт ацепт снимаем маску кисточка стандарт и погнали немножко тут пополепим через альт вот вдавим где-то серединку так оп ну что больше был похож на ремень да ну и с помощью move topology немножко куда-нибудь вот тут оп заведем так с этим все хорошо но нам понадобится значит что еще выделить так маской control это получается так control так 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 делаем ремням дубликат отсобачиваем ненужное кисточку стандарт чуть где-то тут долепим с помощью move alt левая кнопка мыши подтягиваем что-то к нашей модельке так и это вот так вот рваная пусть будет да так так лучше клэй билдап кисточку взять браш найти автомаскинг найти баг фейсмаск поставить на двоечку и вот так чуть-чуть тут это дело долепить это дело долепить это дело долепить ну как то так то так значит тут ремень заходит ну да так теперь нужно добавить кое-какие швы да так кисточку делаем да пусть побольше будет через alt так ctrl z так ctrl z ставим кисточку стандарт находим серединку и так швы какие-нибудь по поделаем ну так как то так 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 где у нас тут этот так и здесь через alt тоже здесь вот раз так опа так примитивненько но пойдет что там какая-никакая кайма так теперь значит делаем кисточку побольше и здесь вот так вот через alt так это нехорошо некрасиво да так поменьше интенсивность ставим и такую вмятость делаем так как то так то да shift левая кнопка мыши включает все видимость всех саптулов так теперь у нас получается сумка есть ну на сумке у нас должны быть какие-то вмятины что ли да так здесь тоже такая же ферня должна вмятина быть тут тоже вмятина снизу тоже какая-то кайма какой-то значит кант так теперь у нас получается какие то значит здесь вот потертости там добавим какая-то шняга такая шнежная да там ну что то в таком духе так ну в принципе что в принципе что за исключением замков значит можно все это теперь объединять и и когда это все закроется в принципе будет я думаю неплохо так добавим текстурки старая потертая кожа можно скачать значит в интернете неплохо выглядит и тут значит как ставим на покраску за это выключаем глаз и значит переключаемся на нашу сумку так что у нас тут лепку отключаем и просто красим переключаемся на белый материал переключаемся на белый материал переключаем сумку вниз чтобы по-разному шла текстура приключаем так что чтобы было это и делаем геометрии миррор отзеркаливаем или переключаемся на x симметрию значит клавиша x русская чем и те же z значит перекручиваем находим какой потемнее материал z отключаем глаз и значит поменьше кисточку опа и проводим вот эти бока замок вот этот замок пусть такой и будет коробки есть такое дело теперь значит тут этой как ее называют полония да или как я там делаем дай нам с может другой какой-нибудь материал да или пусть одинаково уже будет с одинаковым думаю будет плохо смоется а ну-ка добавим еще какую-нибудь кожу пускай вот еще старая кожа есть тоже x симметрию можно так раз это к что-то да ну-ка смоем вроде нормально так теперь ремни shift z z перекручиваем нашу текстуру находим какую-нибудь старую значит кайму кисточку уменьшаем и раз так опа покрасили как здесь на ремешок чуть-чуть наверно чтоб отделялся другим цветом сделаем но эти настроим уже замки потом по цвету пусть будет белые да как теперь сумка ну это как бы дизайн да ну пускай будет а ну-ка попробуем черное нам подойдет а вот такой цвет очень прикольнее чем этот рыжий да ну давайте то полностью с одной текстурой все это дело поподелаем а ну-ка так z тоже где-то староватый край выберем опа и тут шизер но здесь уже на диком западе все же потертое да о прикольно и тут тут на внутреннюю часть тут мазнем, что-нибудь эдакое. И по краю, а ну-ка. И значит где-то что-то, чтобы дизайн старости не потерялся. Так, есть такое дело, да? А ну-ка, Ctrl D, добавим к сумкам подразделений. Вот. Насыщенней. Угу. Так, теперь у нас идут ремни. Так, какой будет тут. Вот она. А ну-ка, нормальный какой разворотик у нее есть на текстуре. Вот он. Опа. Так, а ну-ка, здесь кто такой? Вот это что это такое? Ставим прозрачность немножко, чтобы видеть этот кандем. Так, а ну-ка. Так. 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 Так, тут будет непонятно, наверное, да, как это все дело. А ну-ка. Так. Здесь полностью ремень сделать, значит, как бы вот это грязноватым, да? Ну-ка. Так. 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 Теперь нам понадобятся вот эти вот ремни и через shift отключаем. Shift. Shift. Так. 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 А ну-ка. Так. 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 Какая будет у нас штука. Так. 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 Выбираем через Alt вот эту подложку, ставим Moft, Topology, X-Symmetria и все это дело значит подравниваем, я думаю надо ее до конца вот так дотянуть. Так и теперь Ctrl-Shift вот это все дело обрезать, можно даже побольше так раз, шифтом это все выгладить можно, но текстуру я попортил, не надо так делать, так ну как то так то, так здесь будет сумка, здесь это значит причиндал, ну в принципе неплохо тогда. Так, еще что хотелось бы посмотреть, вот видите что боковушка здесь будет потом нехорошо выглядеть, когда это все дело закроется, да, шифт Z, кисть стандарт и значит раз так, Так, тогда здесь вот так вот делать, теряется значит сам кайф, да, вот этого, а не, Shift-Z, Ctrl-Shift, вернем все назад И немножко вот это все дело сейчас перевернем Так, поменьше интенсивность поставим и чуть-чуть так это дело припорошим Так, теперь у нас вот эта сторона Потому что она к лошади идет и тут в принципе она должна такая быть как бы потертая, да, так низ видно не будет, она тут все это дело объединится, но все равно нужно подкрасить, да, Так, значит верхняя часть, видите, размытая Немножко ее обновим О, нормально так, так, теперь нам нужно Как вот это кто у нас, это ремни, да, ремни Тоже, а ну-ка, Shift-Z, кисточку поменьше Так, не понял Делаем дайномеш, а ну-ка, побольше, да Ctrl-Z Резолюции еще побольше делаем Дайномеш, Shift-Z О, сетку подправить надо Так, 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 а ну-ка, чуть-чуть перекрутить Наверное, вот это лучше Тут Кенса, а ну-ка Так, ну-ка, так-то, а ну-ка, теперь Замки, экспорт Это значит замки Замки Сохраняем, теперь Можно их Delete, удалить, ОК Так, понадобятся нам ремни Отдельно Опускаем А все остальное Объединяем Делаем Merge Merge Down ОК Все, ремни не трогаем Так, получается У нас вот такая штука Вот эти Значит Наши товарищи Будут тоже Должны быть покрашены Мофтопол, ремни Они должны быть Чуть-чуть приподняты А ну-ка Так, сумка тоже должна быть Утоплена полностью У нас вот эту вот Подложку Импортно было, да Так Подложка Должна быть Чуть-чуть тоже Выровнена Ну Чтобы Как говорится Более-менее Да Так Ctrl-Z Не будем портить Текстурку Ну а теперь Нам понадобится Значит Все это дело Сделать Динамеш Делаем Всему этому Динамеш Все склеилось Все вроде бы Нормально Нам нужно Теперь Отключить Видимость Текстур И все это Дело Выгладить Без текстур Все швы Вот эти Мал-мал Пройти Так Теперь Включаем Наши текстуры Вы видите Что ничего Не испортилось Да Все прикольно Так Теперь Что нам Нужно Сделать Ну все Теперь Делаем Дубликат Так Сначала Проверяем Симметрию Нигде Не нарушено Так Нарушено Значит Нижний Теперь Delete Удаляем Опять Делаем Дубликат Ставим X Симметрию Зеркалку У кого Не включено Чтобы было Две Точки Вот этих Делаем Геометри Делаем ZRMesh И Пониже Полигонаж Ждем Так Смотрим Теперь Что у нас Получилось По сетке Поднимаем Вверх Отключаем Видимость Текстур Так Не понял Что-то Я тут Удалил Ремни Вот Беда То-то Какая Ох Ё Так Делаем Control D Control Так Control Z Control Z Выбираем Верхний Ремень Control D Control D Control D Делаем Делаем Project Control Сум Делаем 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 что вот этот косяк, который получается, вот эта белая штука, это значит, что у нас не была включена зеркалка. В смысле, не тот я удалил. Заодно косяки можно будет поглядеть. CF-Z CTRL-Z 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 интенсивность понемножку и значит чуть-чуть нужно это дело дооформить. А ну-ка, раз. Субтитры создавал DimaTorzok Так, а тут что у нас получается, значит... Субтитры создавал DimaTorzok Ну всё, теперь делаем the plugin UV Master Word On Clone On Wrap 6000 полигонов с половиной, это нормально. Теперь делаем копии нажимаем на нашу текстуру вот эту модельку и прилепляем значит паз UVS к этой значит развертке находим текстуры map находим крит new from polypaint clone делаем текстура flip v переворачиваем нашу текстурку и сохраняем формате png чтобы полегче было это значит сумка так следом делаем геометрии на первые подразделения делаем значит что normal map делаем клон и тут уже переворачивать не надо просто экспортируем значит так это будет у нас опять же normal сохраняем и теперь нам понадобится вот эту моделку значит ударить подразделения все делал hidden и вот эту модель экспортировать формате общественно рабочий стол это седловая сохраняем так но у нас еще есть ремни нам понадобятся ремни но только уже не здесь их здесь нет файл open да нет открываем наш этот файл и находим наши ремни отключаем все остальное делаем дай нам с отключаем текстуры делаем дубликат так делаем геометрии за рмс делаем контрол д контрол д контрол д заходим с обтул и находим про джекталу д отключаем нижний с обтул в принципе не столь это важно но можно отключить и значит work on con the plugin и опять же делаем копии делаем выборку нашего вот этого меша и делаем привязку fast uvs находим текстуры new from polypaint clone делаем так же плагин и как текстуры флип вы забыл и значит опять же экспорт это ремни сохраняем формате png ну если нужно делаем опять же normal map так и сохраняем геометрию удаляем подразделение экспорт и сохраняем значит ремни ну вот все что нам нужно было теперь значит идем в блендер и собираем всю эту штуку на коня и так есть у нас значит конь файл импорт значит это что у нас будет общ формат находим рабочий стол находим сумка находим одну штукенцию где она тут файл импорт общ седловая и файл импорт значит об ремни так и что у нас с размером вы видите как она сумка большая а конь у нас маленький значит нужно это все дело выбрать и с английская все присторопить нашему коню получается неплохо получается значит все сумки есть их можно будет потом раздвигать делать больше меньше это уже другой вопрос да так а ну-ка если с побольше сделаю пусть она будет побольше и геометрии это все дело привяжу значит с чуть-чуть уводим за седло нормально теперь так как у нас у коня есть значит уже рик то мы отведем нашу сумку выберем наши ремни поднимем их вверх вот эти бляхи привяжем к нашей сумке ctrl T или даже ctrl J английская N screencast key включу вам так теперь вот у нас задача какая нам нужно вставить кости чтобы это все дело закрывалось и работало значит выбираем общие кости коня заходим в эггет мод стройка на нампаде и нам понадобится какая нибудь косточка нам понадобится ну-ка семерка на нампаде значит E вытаскиваем кости с какой нибудь alt P clear parent подгоняем к нашему вот этому седлу опускаем и вы видите что сильно большую я задрал эту штуку значит G находим середину G опускаем до видите вот этой части где начинается сумка да смотрим чтобы это все было посередине ну более менее да так и теперь от этой кости вытаскиваем E одну кость и значит вот неудобно найти а ну-ка давайте сделаем тройка на нампаде выберем все кости сделаем H зайдем в object mode выберем вот это все дело так рик оставим выберем седло коня хвост и сделаем H так вот эти тоже части давайте попрячем зубы всякую снял вот этого глаза H английская и тоже H и зайдем выберем только кости и зайдем в post mode все ну так куда б не шло да о о зачем post mode в edit mode во так вот так будет лучше вставлять так нам нужно сделать так когда будет опускаться вот эти кости закрывать сумку чтобы у нас не ломался вот этот вверх значит делаем G и делаем E вытаскиваем косточку вот так alt P clear parent эту косточку вяжем мы вот к этой кости control P keep of set эту косточку alt P clear parent вяжем к этой косточке control P keep of set так и значит как то как то наверное а ну ка стройка на нампаде и смоем что получилось так а получилось что вот эти кости давайте удалим делить видите они перекручены так эта кость тоже перекрученная угу вот так я ее вставлял да вот эту одну оставим она более-менее ровная тогда вот эти вот эти кости удалим delete бон так эту косточку так ладно тоже delete бон делаем shift A добавляем сразу голую кость G единица на нампаде значит все это дело опускаем до нашего все как и было так это значит G сюда накроет потом E вытаскиваем кость E вытаскиваем кость G припускаем делаем поровней и значит косточку E вниз так как у нас тут все общее значит здесь может идти ломка чтобы ломка не шла придется наверное больше костей добавлять ну сейчас посмотрим так теперь у нас есть ремни единица на нампаде вытаскиваем E косточку alt p clear parent и нужно тройка на нампаде найти наши ремни подставляем на низ нашего ремня так опускаем уменьшаем смотрим смотрим чтобы это все попало значит у нас так и делим это с subdivide на сколько частей получается у нас раз значит раз два давайте на три части поделим так вот эту кость вяжем к этой кости ctrl c это все отделяем alt p clear parent эту вяжем к этой ctrl p c это тоже кость alt p clear parent и все к одной кости вяжем чтобы они были отвязаны alt p clear parent ctrl p clear parent так здесь тогда семерка на нампаде вытаскиваем еще одну косточку это будет наша центральная alt p clear parent так вот эту кость вяжем к ней ctrl p и пол set так смотрим как это будет работать если здесь так вот эта кость она тоже должна быть поделенная sub divide ну вот на две вроде бы должно хватить так так alt p clear parent это соединимо к этой привяжем ctrl p и пол set так есть такое делаем так а вот здесь она будет ломаться значит семерка на нампаде cfd побольше костей побольше костей вставлю cfd и вот эти две косточки привяжу к централке ctrl p keep off set так здесь у нас получается так здесь получается тоже продублирую shift d оттянул сюда на край можно поменьше да сюда cfd оттяну сюда на край так эти две косточки вяжем к этой ctrl p и пол set так а эти две косточки alt p clear parent и вяжем их а не вяжем мы их получается так 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 ctrl z ctrl z пусть так все и остается так ну и тут тоже shift d shift d только вот эти две косточки теперь вяжем центральный к одной ctrl p keep off set ну как то так то давайте все это дело скопируем и сделаем shift d делаем mirror x global и перетягиваем на эту сторону ну как то так то возвращаем возвращаем alt h наши кости заходим в object mode alt h возвращаем нашего персонажа с ремнями так что то мы тут ремень законючил не вопрос перевяжем так и теперь смотрите что делаем выбираем нашу вот эту сумку и наши ремни и вяжем все это к ригу ctrl p white automatic widget так теперь заходим выбираем кости заходим в post mode проверяем что у нас значит с передвижением понятно object mode выбираем ремень перевязываем ctrl p white automatic widget коня перевяжем ctrl p white automatic widget хвост думаю не надо но на всякий случай пускай тоже перевяжется выбираем только кости и заходим опять же osmo стройка на нампаде если выбираем центральную кость вот эту начинаем закрывать сумку и видим что все закрывается но минус видите что у нас начинают двигаться вот эти вот замки так сейчас мы это все ликвидируем так получается выбираем нашу сумку заходим в edit mode выбираем наши вот эти английская наши замки и это будет один p selection и будет еще один l p selection заходим в object mode и делаем какой поворот значит вот эту штуку один замок вяжем вот к этой кости постмод вот к этой ctrl p бом заходим теперь выбираем эту косточку выбираем кости заходим в post mode выбираем вот эту кость и делаем ctrl p бом так есть такая штука анимации в нее нет сейчас будет так тройка на нападе выбираем косточки object mode выбираем отдельно кости чтоб не было выбрано никакого меша заходим в post mode и значит вот эту штуку привязываем значит к нашей вот этой лошади но как мы ее привяжем если допустим вот эта кость центральная она не не привязана к тазовой допустим даже не к тазовой а вот к этому позвонку ctrl p popset заходим в post mode опускаем наши ремни так теперь тут у нас какая штука да единица на нам паде делаем r потом значит выбираем все вот эти косточки делаем им r и вот минус что она видите привязалась и начинает тянуть за собой эту сумку нужно тоже тут косточку ограничителя добавить сейчас все сделаем так но у нас же есть еще ремень так вот эту часть можно прям единицу нам паде еще получше закрыть так и тут у нас ремень вот печально что он не достает да ну это все подправим сейчас так тут делаем тоже самое только на нам паде значит р опускаем нашу эту штуку так это у нас получается ремень сначала опустим вот эту штукенцию я сумку не перевязал поэтому вот эти бляхи там оказались ну ничего сейчас ликвидируем так а вот этот край не привязался прикольно он этот привязался а этот нет да и делаем значит еще побольше р и замок побольше р так а вот эту сумку чуть-чуть так этот замок двигается надо вот разные кости тут назначить чтобы они не сливались вот смотрим как все это выживет в принципе выглядит неплохо да чуть-чуть вытянуть будет все замечательно подправить чуть-чуть косточку видите что она далеко стоит это уже можно выйдет мод уже когда сумка значит собрана это уже можно делать сейчас ну как то так то да прописываем значит а и чтобы у нас рик прописался заходим в object mode выбираем эту сумку и пробуем ее отвязать от этих привязок каким образом выбираем кости ctrl p white automatic widget так alt p clear parent замки отвяжем и по новой сейчас будем привязывать так 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 чуть-чуть подправим за счет того что натянулись у нас видите вот эти кости вот там привязка видите прошла и потянула сумка на себя вот этот край а этот край не потянуло тогда тогда делаем каким боком так а тут видите нишка припустил надо еще эти косточки тоже подправить сейчас все это подправим опа а здесь вообще мама не горой заходим выбираем кости заходим в edit mode все возвращается вот сюда семерка на нам паде и что сделаем чтобы ничего у нас не тянуло чтобы ничего у нас такого не тянуло мы выберем какую косточку сделаем E alt p clear parent сделаем G можно конечно веса там настроить да не вопрос но я этим делом заниматься ой как не люблю проще shift D и добавить вот эти косточки тогда значит сумка должна понять что у нее тут будет свои веса привязываем к централке даже нет вот эту кость привяжем к этой control 5 а эту к этой так есть такое дело он G заходим находим нашего коня опять же перевязываем а ле а ле а ле оде а далеко там что как а ты где сейчас ну все купи пачку сигарет и и хватит пока если давай я завтра там куплю так и что получается так это бежит конь бежит нужно перевязать наши опять вот эти так нормально тут стало смотрим видите все веса настроились так коняка тут конечно натяжечка нужно все это делать и уменьшить будет не проблема сейчас все уменьшим так что у нас получается бляхи да эта бляха идет к этой косточке посмот ctrl p вон а это значит бляха идет к этой ctrl p вон ну вот все теперь мы можем делать анимацию делать допустим вот такая штука так это ниже подходить так вроде не облегла да и теперь смотрите мы можем руководить нашими сумками записывать анимацию допустим вот видите движение сумок создавать давайте это сейчас все и сделаем так так значит у нас вот это удалим пока делит кадр выберем центральную сумку опустим ее пониже смотрим чтобы она села на нашего персонажа где-то можно тройка будет неудобство конечно вот смотрите так это чуть-чуть мы припускаем прописываем что тут так опа так а ну ка джи тоже припускаем центральную косточку тоже по полному опускаем опа по полному она называется да чуть-чуть можно и назад отседла так что еще тут есть прописываем а и значит у нас идет следующий кадр ну пусть будет 10 так а почему она привязана значит косточкам а отвязана так а и он вжигнут только кости выбираем делаем посмотрим что у нас получилось так на десятом кадре значит на первом кадре сумки лежат она поднимается на десятом кадре значит здесь можно выбрать какую-нибудь вот эту косточку приподнять так что у нас тут с сумками все так вот это кость это у нас замок видите как нехорошо наложились эти косточки по центру надо будет какую-то отвести косточки R G приподнять так а вот эту нужно пониже теперь а ну-ка вот 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 так 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 у нас же есть видите еще вот эти вот мелкие косточки нужно нужно их короче переназначить чтобы мы знали где какая ну как то так то и теперь можно тройка на нампаде ну-ка R вот чуть-чуть создать движение да ну а потом придется выбирать все вот эти косточки вот эти все косточки которые отвечают за центр и опа видите руководить сумкой а и прописка смотрим что получилось вот эти она опускается резко значит так так вот этот первый кадр и последний они идентичны значит первый кадр шиф д мы перегоняем на 24 чтобы этой тряски не было сильной вот раз и видите она опускается вниз значит на каком кадре это 10 так а как же так же а ну-ка ну да она за косточкой действует поэтому видите косточка с анимацией изгиба и вот она уже тоже переносится так шиф д первый кадр еще раз продублируем ну нормально че попона скачет опа видите здесь она отрывается и вот этот кадр мы просто под регулируем так а ну-ка ну вот и все вот нормальненько так значит на десятом кадре добавляем вот эти все центральные косточки выбираем так тройка неудобно и тоже тут приподнимаем и прописываем но это тоже можно значит там как-то пошевелить чуть-чуть допустим ну вот они сумки как на первом кадре видите что у меня здесь кости западают значит это что у нас такой ну-ка вот можем так еще водить оказывается все нормально так а ну-ка вот эту одну косточку а вот какую так это значит вот это так чуть-чуть приподнимем так так вот дырка видите где она то бишь отверстие вот это ну чуть-чуть сумку я не подгадал давайте попробуем а ну-ка зайдем в object mode выберем edit mode можно конечно видите выбрать и вытянуть а ну-ка тройка на нам паде ну как то вот так да и вот так вот подтянуть допустим заходим в object mode смотрим как это все дело ага неправильно выбрал then неправильно выбрал then так заходим в object mode и пробуем все это дело значит перевязать а ну-ка что у нас тут отверстие совпало теперь и как и перевяжем control key light automatic widget и во хреновас то конечно текстура теперь нарушилась видите но зато отверстие попало мы обыграем это дело мы сейчас все это дело обыграем таким образом нам просто нужно зайти в постмод не отцепляется значит заходим в Edit Mode так тройка нам пади и значит эту косточку Alt-P Clear Parent эту тоже Alt-P Clear Parent эту вяжем через Shift к этой Ctrl-P Keep Offset эту вяжем Ctrl-P Keep Offset этой делаем тоже так же Alt-P Clear Parent Alt-P Clear Parent эту вяжем к этой Ctrl-P Keep Offset а эту вяжем Ctrl-P Keep Offset Ctrl-P Keep Offset так же заходим в PostMod и теперь смотрите мы сможем вот этими костями а ну-ка они да натяжечку делать чуть-чуть неудобно ее собирать эту сумку да а ну-ка раз так и вот она еще косточка вот эта косточка значит будет здесь вставлена так где она тут находится вот это да так это будет вставлено сюда так зайдем-ка а ну-ка в Object Mode выберем нашу вот эту сумку зайдем в Sculpt Mode так тянучка у нас есть и мы ее просто немножко подкорректировали ну просто сумка теперь будет другой модели попадает она значит в это отверстие если нам не надо ее открывать то в принципе можно сейчас ее тут отрегулировать всю сумку сейчас вам покажу как да ну все здесь закреплено тут попало сумка уже не откроется а как она мотыляется это уже другой вопрос правильно ну такой дизайн так так ну с этой сумкой тоже самое можно сделать а ну-ка Object Mode так выберем нашу вот эту шнягу смотрим смотрим что тут ну можно костями опять же да вот тут видите теперь и та и та будет суетиться потому что у нас привязаны нижние кости и так значит получился вот такой вот результат значит можно это все дело значит как-то дальше аж настроить и использовать ну как вариант а что подходит допустим главный герой и костями достает значит вот этот открывает сумку и что-то туда ложит ну как для сюжета будет прикольно думаю ну такой вот эксперимент ну ничего рабочая штука значит все всем пока до свидания